Добрый день, дорогие друзья! Давайте сегодня мы поговорим о том, как проходят консультации и кому и зачем к нам имеет смысл обращаться. Итак, у вас наверняка есть представление, как проходит консультация, кто вам чего должен, как должна быть подана вам информация, как должны вас выслушать, ваши жалобы, ваши взгляды на жизнь, где-то посочувствовать, как правильно и неправильно, кто кому чего должен и какие приемы психотерапии к вам должны быть применены. Так вот, все вот это можете оставить при себе. Если вы все знаете, вы молодец, вы остаетесь, и заявку подавать не надо. Для того, чтобы обратиться к нам, вот это все надо оставить, потому что на сегодняшний день ваши представления не соответствуют тому, как мы работаем. Итак, если вы готовы оставить все свои представления за бортом, значит, вы заходите на сайт poop.by, раздел консультации, и внимательно изучаете, что там написано. Реально внимательно читаете подробно. Смотрите видео, которые там прилагаются. И если вы совсем согласны, вы переходите в раздел заявки, заполнить заявку на индивидуальную консультацию. Для того, чтобы заполнить и отправить заявку, у вас будет переход на сайт subration.com. Там надо будет открыть личный кабинет. Заявка отправляется из личного кабинета, и там же вы ее получаете в готовом виде. Итак, как проходит консультация? Заполняется заявка. Вы четко и ясно отвечаете на все заданные вопросы, прилагаете фото и видео. Это обязательно, чтобы вы были уверены, что мы работали с вами и вашим ребенком, а не соседским. Заявку отправляете нам. Оплата производится через платежную систему BePaid. Только после этого пройдет заявка. BePaid – это международная платежная система, которая принимает все виды международных карт. Международные карты – это мастер-карт, виза и так далее. Карта МИР не является международной. Если у вас возникли проблемы с переводом денег, вероятнее всего, ваш банк считает платеж рискованным. Тогда вам надо взять телефон на карточке, позвонить и решить вопросы со своим банком. Либо ваши лимиты не позволяют произвести платеж. То есть в данном случае к данному платежу мы не имеем никакого отношения. Это вы выясняете. Отношения со своим банком. Платежная система данная признана во всем мире. Нам проходят платежи со всех стран. Иначе как через данную форму заявки попасть к нам на консультацию невозможно. Все платы идут только через BePaid. Обратная наша работа, видео, высылается видеофайлом. Он будет прикреплен в вашем кабинете на subration.com. Что будет в видеофайле? В видеофайле будет работа с нами по заданным вопросам. Вопросы будут разбираться с позицией заявителя. Тот, кто обращался, с тем мы и работаем. Если с ним случилась какая-то история, болезнь, ситуация, она для чего-то была нужна именно ему. Он принимал в это время какие-то решения, у него были какие-то кармические истории и так далее. Мы, по сути, поднимаем это все у человека из подсознания и перезаписываем все, что там было. Этот материал на самом деле важен для того, чтобы включить осознанный подход к консультации и включить, в принципе, осознанность человека. На первой консультации мы стараемся сделать первую перепрошивку. Это приведение в правильное состояние структур энергетики, включение точек регенерации, работа с кодовыми, родовыми и кармическими метками. Для каждой заявки у нас отдельный алгоритм работы. То есть все люди абсолютно уникальны, все люди исключительны, и для каждого человека у нас идет информация. Мы же работаем с информацией. Мы работаем не с телом, мы работаем не с чем-то, мы работаем с информацией. И наше дело достать правильно информацию в подсознании человека и ответить на те вопросы, которые человек задал, и выстроить информационную составляющую так, чтобы у него начались изменения в жизни, и чтобы он начал осознаваться. Вся наша работа строится на осознанности человека. Наша задача включить вот эту обратную связь с подсознанием, которая у многих людей отсутствует, и которая на самом деле обеспечивает результат работы. Потому что если человек не осознан, если у него обратной связи нет, влияния на подсознание нет, и тогда он просто идет по кармическому сценарию, изменить этот сценарий тогда невозможно. То есть это то же самое, что человек-программа отрабатывает определенную программу. Почему такая работа? Почему мы работаем через видеофайлы? Потому что когда человек обращается к нам, он и ждет, что на него кто-то будет влиять, воздействовать, еще что-то с ним делать, манипуляции проводить, он закрывается, он сжимается. И тогда нам снять с него информацию значительно сложнее. Нам надо, чтобы человек был расслаблен. А расслаблен он не может быть всегда зажат. Вот консультация происходит в течение где-то двух недель после того, как он отправил заявку. И мы в любой день можем зайти в его подсознание и поработать, взять информацию. И когда человек не знает, не ждет нашего привета, тогда получается все наиболее эффективно. И тогда у нас действительно получается результативная работа. И мы это все записываем на видео и отправляем человеку. На самом деле, вот такая работа, если посмотреть на нее со стороны, она на порядок сложнее, чем работа того же самого экстрасенса, и тем более психотерапевта. С психотерапевтом вообще все просто. Выслушал свое мнение, выразил правила человека. И никаких проблем. И это узаконено государством. С экстрасенсом, если экстрасенс начнет работать по нашим схемам, вероятность попадания в информацию у экстрасенса крайне мала. И его очень легко можно обвинить в мошенничестве. В нашем случае вероятность попадания в информацию в среднем 90%. Поэтому у нас есть ошибки, конечно, мы люди. Но, в принципе, если мы даже в каком-то месте, в каких-то нижних структурах психики не попали в информацию, дальше мы в нее все равно попадем, все равно выстроим так, как надо. Как правильно, да? И таким образом мы работаем через видео. Да, этот формат работы один из самых сложных. Но при этом мы его считаем одним из самых результативных на сегодняшний день. Потому что даже вот живая форма общения, которая будет сжимать человека и закрывать, она предполагает значительно больше трудозатрат и меньшую эффективность, чем вот дистанционная работа через видео, так как мы работаем. Но это действительно отражение нашего профессионализма. Итак, дальше вопрос. Лечим ли мы, спасаем ли мы, помогаем ли мы людям? Нет. Наш формат работы не предполагает, что мы не лечим, не спасаем, не помогаем, и у нас нет психотерапии. Мы работаем с сознанием. Наша задача включить осознанность человека, чтобы он смог выбрать другую жизнь. И все это делает сам клиент. Ответственность за результат на 100% лежит на клиенте. Иногда мы делаем больно, потому что у огромного количества людей осознанность либо отсутствует, либо ее включение происходит только через боль. Стоит такое программное обеспечение. При работе мы видим действительно в человеке, самого человека, настоящего человека, и выводим в осознавание в дальнейшее его поведенческие реакции. Убираем из него потребителя, зверя, бизнесмена, крутого, недалекого, дряни, наркота, хорошей девочки, хорошего маечка, прекрасного сына, отца. Все социальные шаблоны мы у человека как листы капустные расчищаем. У человека внутри должна случиться трансформация, чтобы он осознал и смог перепрописать свой жизненный сценарий на другой через прописывание инстинктов, поведенческих реакций, через замену системы ценностей и убеждений. У него должно пробудиться внутри желание творить, жить, действовать и так далее. То есть мы показываем человеку, как прийти к себе настоящему, к себе искреннему, потому что именно искра – это та часть, которая проявлена в нас, божественная часть. Это то, что делает нас богами. По сути дела, искра – это наше единство с Богом. И вот когда мы эту искру закрываем разными шаблонами, внешними, социальными, еще какими-то, мы гасим в себе Бога. И вот задача инфодайверов – отыскать эту искру и открыть ее, и помочь человеку трансформироваться, измениться, чтобы эта искра ярко проявлялась в жизни, чтобы человек, по сути, стал Богом. Это задача первой консультации. И, в принципе, у человека после первой консультации появляется возможность к этому прийти. Каждый раз мы человеку даем практики. Это зеркало, как я изменился, проявился, анкеты осознанности, легализация чувств и практика 100 глаголов. Эти практики обязательны к выполнению для того, чтобы человек смог проделать этот путь к себе настоящему. Потому что его проделываем не мы, его проделываете вы. И у каждого свой путь, и у каждого, каждый идет своим темпом, и у каждого он займет свой отрезок времени. После первой консультации вот эта работа начинается. Сколько консультаций надо? За консультацию мы стараемся человеку максимально возможно дать свободу выбора и оставить решение за ним. Сколько раз он к нам будет обращаться? Кому-то достаточно одного обращения. Кому-то десяти мало. То есть каждый раз мы видим, и человек сам чувствует, какие запросы нужны, что в его жизни поменялось. Как идет развитие? Мы не гарантируем результатов. Не гарантируем. Результат определяет сам человек. Если он не готов, например, проститься со своей вторичной выгодой и сделать выбор в сторону нового сценария в жизни, не сделать выбор – это тоже выбор. Мы его уважаем. У людей есть склонность к мазохизму и садизму. И мы помогаем ее осознать. И он сам решает удалить эти программы или оставить. Может быть, ему хочется еще чуть-чуть пострадать. Классно. Оставляй, страдай и так далее. И тогда, когда ты осознаешь, что ты уже настрадался, тебе хочется жить счастливо, тогда приходи и будем работать дальше. И каждый раз выбор делает сам человек. У нас на сегодняшний день с рядом проблем по здоровью, да и вообще по жизни, сложился определенный алгоритм. Он достаточно эффективный. В нем первая консультация, обычная консультация, обязательно. Этих консультаций может быть несколько разовых таких. Вариант вот этой консультации я как раз описывала, когда рассказывала. Задача первой консультации – вернуть человека к себе, к своей индивидуальности, отыскать искренность и перестать врать себе. Это задача номер один. Без этого движения дальше нет. Когда цель достигнута, тогда мы можем переходить к следующему этапу. Если нет, вы потратите деньги зря. Поэтому те мамы, которые, увидев наши десятидневки и пишут нам заявку, мы сразу хотим к вам на десятидневку, сколько стоит, вот мы платим, а вы нам за 10 дней сделайте из ребенка не аутиста. Дорогие мамы, идите и читайте раздел консультации. На десятидневку мы предлагаем человеку сами переход. Если человек готов, если мы чувствуем, что у человека пробудилась искренность, если у человека пошел процесс, он признал свою индивидуальность, у него случилась трансформация. Если у него случилась трансформация, идет процесс, то этот процесс надо поддержать. И этот процесс тогда можно корректировать. И вот тогда нужна десятидневка. Десятидневки на сегодняшний день проводят только три инфодайвера. Это я, Ирина Астапук и Андрей Ахримук. Десятидневки предполагают настройку зазеркалия и работу с подсознанием. Действительно, с очень глубинными слоями. Поэтому, когда вы будете работать, вы можете работать с инфодайверами, вы можете работать со стажерами, вы можете работать с психологами, психотерапевтами и так далее. У нас скоро на Сабришин не появится большое количество специалистов. Мы сейчас прописываем этот блок. Выбор будет за вами. Десятидневка у инфодайверов включается после первой консультации у инфодайверов и после того, как человек пришел к себе искреннему. Это следующий шаг. У кого первый этап прошел успешно, человек вернулся к себе настоящему, он способен осознать, что такое счастье. И писать жизнь уже из счастливого состояния. Потому что на десятидневке мы человека корректируем, у него корректируем в зазеркале таким образом, что у него остаются, ну вот я буду говорить образами, чтобы была понятна суть работы. У него в зазеркале остаются чистые зеркала. Полностью чистые. Это равносильно, как будто человек сделал выдох. И дальше, что он вдохнет, как он расправит легкие. Такая жизнь у него и будет. Такая информация будет у него на зеркалах. А информация в зазеркале пишется через внутреннее состояние. Не через визуализацию, не через речь. Все вот эти приемы психотерапевтические, экстрасенсорные там не работают. И поэтому зазеркалье заполняется людьми, как правило, неосознанно. И человек вдохнул аромат канализации, и у него в жизни будет канализация. Человек вдохнул аромат ландыша, у него в жизни будет ландыш. Так вот, что вдыхать определяет сам человек, исходя из того, насколько он счастлив. И таким образом, если вы пришли на десятидневку неподготовленным, вы будете вдыхать свою прошлую жизнь. И толку от нашей работы не будет. Вы будете постоянно возвращаться на старые грабли. Поэтому рваться сюда не имеет смысла. Отработайте хорошо первую часть. И когда мы увидим, что вы готовы и готовы сделать этот шаг, мы вам поможем. И там, где все-таки выхватанули чего-то не того, мы вам поможем еще раз почистить, зачистить и выстроить вашу жизнь иначе. И ваше здоровье иначе. Поэтому десятидневка – это дополнительный этап уже тем, кто достаточно качественно пришел к самому себе настоящему. Есть еще один этап, он называется «Дополнительная консультация». Он включается после десятидневки. Это бывает при тяжелых заболеваниях, потому что иногда человеку действительно очень тяжело вдохнуть счастливую жизнь, когда он корчится от боли. Когда он не может встать, он лежачий. Когда, когда, когда. Есть тяжелые недуги, мы с ними работаем, и мы понимаем, что человеку потребуется не одна десятидневка. То есть это, грубо говоря, как ступеньки, которые будут помогать человеку выйти из тяжелого заболевания. Это один вариант. Второй вариант – это когда человек не готов прощаться со своей старой жизнью. Ему хочется еще поиграть в обиду, в месть, в вину, еще во что-то. И тогда человек приходит еще раз на десятидневку, еще раз, еще раз, еще раз. И тогда мы проводим ту же самую работу с зеркалами, мы опять заново зачищаем. То есть мы, грубо говоря, многократно чистим у человека то, что можно было сделать за один раз. И человек за это оплачивает. Наши услуги недешевые. Иногда деньги помогают осознать и включить мозг. Там, где не работает боль, не работает уговор, иногда очень хорошо работают деньги. Вот для этого случая, либо для тяжелых недугов, либо для тех, у кого своевременно не включается мозг, великолепно будет работать дополнительный этап, дополнительная консультация. Кто проводит консультации? У нас на сегодняшний день уже начали работать стажеры. На самом деле мы очень благодарны за то, что вы поддерживаете стажеров. Стажер – это инфодайвер, который сделал менее ста консультаций результативно. Стажировка важна, ведь инфодайвер нарабатывает веру в себя, в свои возможности и в свои силы через свой собственный жизненный опыт. И этот жизненный опыт вы ему позволяете наработать. Инфодайверы сами нарабатывают схемы, помимо тех, что мы их обучали и обучили. У них будут свои наработки. Инфодайверы полностью несут ответственность за свои консультации. Все они делают самостоятельно. Если у вас возникает вопрос по работе со стажером, вы разбираете этот вопрос со стажером. Стажер работает в проекте на основании договорных отношений, по которым он получает право использовать бренд и торговую марку инфодайвинга. Мы действительно готовим специалистов, которые уже работают, которые помогают и уже есть результаты. И мы благодарны вам, когда вы обращаетесь к стажерам. Поэтому цена у стажеров стоит ниже, чем у инфодайверов. У инфодайверов конкретно у меня Наталья Зайцева, Ирина Стопок, Андрея Ахримука. Это та команда, которой я и делала все разработки по психотехникам, которые сегодня дают вот эти умопомрачительные результаты. Конечно, консультации будут стоить и дороже. Эффективность тоже может быть выше, может быть такой же, как у стажера, но, как правило, выше. Все-таки я не хочу дискредитировать стажеров. И, как правило, это достаточно быстрый вариант выхода из проблемы, но, поверьте мне, он достаточно болезненный. Мы всегда бьем в самые больные места у человека для того, чтобы максимально быстро включить осознанность. Если осознанность не включается, мы точно так же эффективно прощаемся с человеком и предлагаем ему другую форму работы, либо не с нами. Все зависит от того, кто и зачем к нам пришел. Кроме того, на Сабришине скоро появятся и экстрасенсы, и психологи. Поэтому, пожалуйста, при заполнении заявки у вас будет выбор, у кого вы заказываете заявку. Отнеситесь к нему внимательно. Там в списке сейчас висит Ирина Остапук, Андрей Охремук, и дальше Комарова Лапина, дальше идет Бровка Сибирякова и так далее. И перечень людей, которые стажеры. Под ними будет перечень экстрасенсов, под ними будет перечень психологов. И каждый раз, в какой раздел вы заходите, такой тип консультации вы будете иметь. Консультации психологов и экстрасенсов не относятся к инфодайвингу. Они идут в классическом ключе. И в данном случае у людей договор просто на использование платформы Сабришин.ком. Поэтому в таком случае после работы с психологом или экстрасенсом задавать вопрос инфодайверам, почему что-то не случилось, нет. В данном случае нас связывают только договорные отношения за пользование платформой. Вы все отношения решаете непосредственно с тем, у кого вы заказывали консультацию. Вариантов, когда, например, даже со стажерами у нас бывает такое, что человек еще не заказал консультацию у стажера, а пишет, а если мне не понравится стажер, вы сделаете за него его работу? Нет, мы за него, его работу не сделаем. И хитрить и лукавить на входе, это значит, что на выходе вам придется еще сильнее трансформироваться, сами понимаете. Потому что в данном случае вы начинаете работу со лжи. Разные ситуации с нами бывали, разные случаи. В принципе, я, наверное, рассказала все по консультациям. Если у вас остаются вопросы, вы можете написать письмо, задать вопрос. Но в любом случае ни один из наших представителей нашей команды не будет вас уговаривать, убеждать, принимать решение за вас и делать выбор за вас. Это полностью осознанный выбор и осознанное решение. Потому что мы действительно входим в жизнь человека и действительно ее очень сильно меняем. Мы меняем сценарий жизни человека и мы меняем кардинально, кардинально его судьбу. И это решение, это решение должно быть осознанным. То есть, если вы решили обратиться к инфодайверам, это не сходить к тарологу и не сходить к астрологу. Это глубоко и на всю жизнь. Спасибо, друзья. Кто решился, мы вас ждем. Приходите.